Доброе утро! Сегодня у нас 34-й выпуск нашего ежедневного каста, который называется «Завтрак с Библией». С вами Авер Станкевич. И сегодня я хотел бы поговорить вот на какую тему. Вчера случился такой случай, когда приходили люди разные, которые рассказывали о каких-то слухах, которые ходят. Слухи были такие. Часть из них общие, часть из них против кого-то. Ну, по сути того, чем я занимаюсь, я должен как бы выслужить каждого. Может принять участие, может наоборот сказать, что не стоит об этом говорить и так далее. И тем не менее, я поймался на мысли, что люди приходят и начинают обсуждать других людей, начинают о ком-то что-то плохо говорить. И в какой-то момент это обязательно дойдет до ушей того, о ком это говорят. По-любому. Даже если вы рассказали об этом кому-то, в ком вы не сомневаетесь, это всегда может подслушать кто-нибудь другой. И как бы то ни было, мы уже знаем, что все, что происходит в этом подлунном мире, всегда уже что-нибудь из этого случалось. Вот в книге «Экклезиаста», 7 глава, 20 стиха. «Нет человека праведного на земле, который бы делал добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других». И вы знаете, вчера, кроме всего прочего, один из тех, кто со мной разговаривал на тему всех слухов, он сказал, а ты вообще в курсе, что вот о тебе говорят вот это, вот это, вот это и вот это. Ну, я в данном случае был в курсе. Это были не самые приятные вещи. Ну, это нормально, как бы, когда человеку говорят плохо, я привык уже. Когда ты делаешь что-то со всей душой, будет очень много критики. Чем больше ты делаешь что-то с душой, тем больше тебя будут критиковать. Это нормально. Но на что я обратил внимание? Что очевидно, тот человек, который меня критиковал, и причем это была даже не критика, это были такие не очень приятные слухи, которые дошли до ушей тех, кто им не поверил, и поэтому они решили поставить в известность меня. Он, скорее всего, не ожидал, что эти слухи дойдут до меня, и что я вообще каким-то образом-то узнаю. Но, тем не менее, это до меня дошло. Вопрос, как мы на это отреагируем? И в данном случае проповедник нам не говорит, как мы должны реагировать на это, но он говорит, что нужно делать. Он говорит, что поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращаем внимание. Потому что, смотрите, если мы обращаем внимание, значит, мы уже даем место этому в нашей жизни. Если мы даем место этому в нашей жизни, то когда мы об этом начинаем думать, мы начинаем делать какие-то поспешные выводы. Но на самом деле делать выводы из слухов, о которых нам говорят, это не самое благодарное занятие. Вполне возможно, что слухи, они доносятся как испорченный телефон. То есть человек говорил одно, а передали совсем другое. И вы, наверное, играли когда-нибудь в эту игру про испорченный телефон. И поэтому я предлагаю вам действительно воспользоваться вот этим советом проповедника, который говорит, не обращая внимания на каждое слово, чтобы не услышать, что злословит о нас рап наш. Потому что, смотрите, кто до нас доносит? Доносит доброжелательный. И тот, кто это приносит, у него самые добрые намерения. Но он хочет выставить это именно в том свете, в котором он это видит, а не в том свете, в каком ты был сказан на самом деле. И вполне возможно, что мы на основе вот этих вот пересказанных слухов можем делать какой-то непонятный вывод о людях. И в данном случае проповедник нас предупреждает, что нет праведного ни одного, кто бы не делал добрые дела и не грешил. За каждым есть какой-то грех, и каждый что-то делает не так. Мы говорим с вами о всепрощении. И поэтому нужно просто быть человеком мудрым. Нужно либо мудро отнестись к этому, либо если мудрости не хватает, и вы знаете, что вы человек прямой, просто спросите того, о ком идет речь, говорил ли он такое, и послушайте, из его разговора, из того, как он это объяснит, вы сами интуитивно поймете, правда это или неправда. Ну и, понятное дело, самому никого злоусловить за спиной не надо. Если у вас есть что-то сказать человеку, скажите ему это прямо в лицо. Ходите при свидетелях, ходите без свидетелей. Но обязательно скажите это напрямую или просто промолчите. Так будет мудрее, так будет справедливее и правильнее. Ну вот, в общем, это все, что я хотел сегодня сказать по поводу того, как Библия смотрит на подобные случаи. Спасибо вам за внимание. Приходите завтра. Мы будем в эфире тоже около 11 часов утра. 35-й выпуск будет завтра. И слушайте нас на YouTube. Или смотрите нас на YouTube, слушайте нас на SoundCloud. И здесь, на этом канале, в архиве подписывайтесь на видео, чтобы получать своевременные оповещения. Спасибо за внимание. С вами была Вера Станкевич. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok